Всем привет! Вы на канале SwapZone, мы в Краснодаре. Сегодня в видеоролике будет Land Rover Discovery 3 2007 года, двигатель 2OZ-FE в версии VVT-I от Lexus GX470 и я. Я уже рассказывал об этом автомобиле на нашем канале, есть видеоролик, что я его купил именно в том цвете, в котором я хотел, именно в той комплектации и состоянии, которое я хотел. Я говорил, что купил его для себя и что буду строить проект, но, естественно, поскольку это все равно проект, а проект это часть нашей работы, то рано или поздно этот автомобиль будет продан. Кто станет его владельцем, я не знаю. Возможно, кто-то из вас, наших подписчиков, может быть, вновь пришедшие заказчики, которые не готовы искать автомобиль под проект, не готовы ждать очередь, не готовы ждать, пока мы его соберем, оформим, откатаем. Может быть, это будет Авито, я не знаю. Но я точно знаю, что это будет отличный проект, полностью готовый, полностью оформленный, и всю постройку этого проекта поэтапно я буду выкладывать на нашем YouTube-канале. Ну, еще я говорил, что он есть на драйве, черный джентльмен. Это нужно для того, чтобы, приобретая этот автомобиль, новый его владелец знал, что он покупает, чтобы вся история постройки этого проекта была прозрачна. И сегодняшний видеоролик я хотел бы посвятить именно обслуживанию этого мотора. Это будет первый шаг в постройке этого проекта. Первое, с чего я хочу начать обслуживание своего мотора, это сниму коллектор и посмотрю, что под ним. Потому что этот двигатель не такой, как Треузет, не то, к чему мы привыкли. Поэтому сейчас я его сниму. А здесь у нас продувка катализатора. Вот мотор стоит. Вся, в общем, эта система, она находится в развале. Для меня это тоже новшество. И нужно посмотреть, что это такое. Почему я всегда говорю, двигатель нужно обслуживать на полу, потому что это можно делать вот так. Когда он будет стоять в машине, и что-то потом вылезет, типа где-то что-то потекло, прокладка или еще какая-то мелочь, то там так комфортно этого уже не сделать. Обслуживание мотора всегда начинается с ремня ГРМ и его роликов. Раньше мы использовали ремни Mitsuboshi, пока они приходили качественно. Но после того, как их начал выпускать Питер, они стали приходить в прозрачных полиэтиленовых пакетах, мы от них отошли. Потому что они начали выходить преждевременно из строя, приводя двигатель, мягко говоря, в негодность. Для того, чтобы себя обезопасить в этой ситуации, мы ушли на ремни фирмы Sun, это Япония. А ролики на сегодняшний день используем фирмы GMB и SNR, потому что Коя и NSK, которые ставятся в оригинале с завода на эти моторы, к сожалению, вышли с нашего рынка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 голубенький зеленый герметик резьбы это самый прочный поэтому я буду садить на него есть голубой есть красный и зеленый самый лютый генератор тоже лучше вскрыть пока он лежит здесь поэтому я это делаю всегда на верстике они потом на машине ламель живые а вот щетки щеток очень мало очень мало сейчас новой найду для сравнения ну и визуальный осмотр самих диодов если все чистенько целенько то можно смело ставить и будет работать очень и очень долго все этот генератор как и мотор в прекраснейшем состоянии я его собираю стартер по нему всегда видно какой пробег вот пятаки пятаки как новый сердечник который ходит во втягивающем по нему тоже сразу видно но в прекрасном состоянии бывает гораздо гораздо хуже скотч брайтом это все дело поправляется вот эти высохшие моменты это конечно да это время то ничего не сделаешь по стартеру ситуация следующая если втягивающего него в отличном состоянии то сюда можно не лазить здесь сто процентов все всегда хорошо даже когда втягивающие убитая здесь щетки все равно в порядке болт чисто чищу и соберу вот я и показал в каком формате происходит обслуживание контрактного мотора мы ко всем моторам относимся точно так же за кадром остались кое-какие моменты замена свечей сальника каленвала замена прокладки кронштейна масляного насоса промывка форсунок этого технического материала в данном видеоролике я думаю более чем достаточно мотор еще до конца не собран потому что левая топливная рампа немного отличается на алюминиевом коллекторе от пластикового и сейчас она летит к нам с деком пока ждем ее после чего мотор будет собран до конца поднимем на край не заменим фильтр в а кпп сделаем ей обслуживание и мотор будет готов к установке но вот и все на сегодня по двигателю я рассказал практически все все остальное вы увидите в дальнейших наших видеороликах по этому автомобилю я же должен с вами попрощаться потому что у нас уже вовсю идут кузовные работы и мне нужно снимать следующий видеоролик до скорых встреч всем пока